По налоговому периоду 2019 года федеральным законодательством введены новые льготы для такой категории налогоплательщиков, как граждане предпенсионного возраста. Пенсионная реформа, в соответствии с которой возраст выхода на пенсию для российских граждан увеличился, установила такое понятие как предпенсионный возраст. В Ненецком округе он начинается для женщин с 50 лет, а для мужчин с 55 лет. Освобождение имеет предпенсионеры по земельному налогу в отношении земельного участка в виде налогового вычета кадастровой стоимости 6 соток и по налогу на имущество в отношении каждого объекта недвижимости по следующим категориям. Квартира, часть квартиры, комната, недвижимости, машиноместо и гараж. То есть в отношении каждой категории недвижимости предпенсионер имеет право на получение льготы. Также для этой категории граждан законодательством Ненецкого округа предусмотрено освобождение от налога на такие виды транспортных средств, как легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил, катера, моторные лодки, снегоходы, мотособаки. Данные категории льгот предоставляются без заявительного характера, путем межведомственного взаимодействия. Однако в случае, если налогоплательщик увидит в налоговом уведомлении исчисление земельного налога, налога на имущество и транспортного налога, и он считает, что попадает под льготы, то имеет право написать заявление. Заявление на предоставление налоговых льгот за период 2019 года принимается до конца октября. Территория Ненецкого автономного округа станет больше, а Хасидахарский сельсовет с центров в поселке Харута не только будет иметь административный статус муниципального образования Ненецкого автономного округа, но и войдет в его территориальные границы. В настоящее время Ненецкий поселок Харута официально находится за границей Ненецкого автономного округа. По сути, его местонахождение определяется границами Республики Коми. Чтобы исправить эту неудобную для обоих субъектов Российской Федерации ситуацию, решено было пересмотреть границу между Ненецким округом и Республикой Коми. Соответствующее дополнительное соглашение о местоположении границы было подписано главами регионов в мае 2020 года. На октябрьской сессии регионального парламента его утвердили депутаты. Следующий этап – установление новой линии границы Ненецкого автономного округа. Навигация для маломерных судов на водоемах, расположенных на территории большинства муниципальных образований Ненецкого автономного округа, официально закрыта 17 октября. Исключение составляют западные районы округа – Канинский, Омский, Шоинский и Пешский сельсоветы, где передвижение на лодках запретят с 24 октября. Соответствующие распоряжения подписали глава региона. По прогнозам Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, образование льда на реке Печора, включая порт Наринмара, ожидается в конце октября – начале ноября. В 2019 году появление льда на Печоре было зафиксировано 21 октября. Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Ненецкому автономному округу предупреждают об опасности в период ледостава. Как правило, он совпадает с осенними каникулами, и дети начинают выходить на тонкий лёд, не оценивая риск. Соответствующую профилактическую работу со школьниками необходимо провести в образовательных организациях и дома. В регионе завершён Северный завоз топлива в сёлах округа. Впервые за 14 лет все виды энергоресурсов поставлял один подрядчик – Ненецкая нефтяная компания. Компания по опережающему завозу топлива в населённые пункты округа стартовала ещё 27 мая. За весь период её прохождения в округ было доставлено более 20 тысяч тонн каменного угля, более 7 тысяч кубометров дров, около 12 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая стоимость поставляемого в текущем году топлива составила почти полтора миллиарда рублей. Что касается качества дизельного топлива, то его отдельно исследовал и принимал Севержилкомсервис. Нареканий у жителей региона к данному виду топлива нет. Также нет нареканий по качеству угля. Многолетний опыт показал, что поставки данного вида топлива с определённых территорий Хакасии и Кузбасса идеально подходят для использования. Были недопонимания по качеству дров, однако они сразу регулировались на месте. По итогам конкурсных процедур договор на поставку энергоресурсов был заключён с акционерным обществом Ненецкая нефтяная компания. По словам заместителя главы администрации Заполярного района Олега Холодова, данный опыт по объединению всех видов топлива в один лот при проведении торгов будут использовать и в последующем, так как он показал наибольшую эффективность. Многофункциональные центры возобновили работу в прежнем режиме с 1 октября. Во время первой волны пандемии COVID-19 приём осуществлялся по предварительной записи и ограниченному перечню услуг. Не успев отработать полный месяц в штатном режиме в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, МФЦ вынужден с 19 октября перевести на удалённую работу порядка 30% штатной численности сотрудников. Один из работающих в сельском филиале МФЦ старше 60 лет отправлен на самоизоляцию. В помещении многофункционального центра непрерывно работает регулятор воздуха. Также при входе посетителям обрабатывают руки дезинфицирующим средством и измеряют температуру. В офисах действует масочный режим, а для жителей региона 60+, организовано выездное обслуживание. В настоящее время вызов специалиста на дом – самая популярная услуга многофункционального центра. В столице Заполярья продолжается вакцинация медицинских работников от новой коронавирусной инфекции. В немецкий округ доставлено 38 доз вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак». На начальном этапе данным препаратом будут вакцинировать медицинских работников, которые контактируют непосредственно с пациентами, у которых был диагностирован коронавирус. 17 октября были привиты ещё 15 человек. Это врачи и медсёстры. Вакцинация проводится по субботам. Сначала медицинский работник проходит медосмотр. В отсутствии противопоказания идёт на прививку, которая вводится в плечо. Далее за вакцинированными медработниками будет установлено динамическое наблюдение, которое продлится три недели. Напомню, медицинскую помощь пациентам с COVID-19 оказывают около 60 медицинских работников. Это врачи, медсёстры и техперсонал. В позапрошлую субботу, 10 октября, прививки сделали шесть медработников. Все они чувствуют себя хорошо. Автовладельцы в России с 19 октября могут приобретать полис ОСАГО с помощью финансовых платформ. Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании. А за его оформление Marketplace, это финансовая платформа, не будет взимать комиссию. С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истёк срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требования и компенсировать всё за свой счёт. При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии коронавируса, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должны предоставить страховой компании этот документ до 31 октября. В сентябре вступило в силу и указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф. Безопасность превыше всего. В адрес окружной госавтоинспекции поступали многочисленные жалобы от граждан в связи с тем, что родители перевозят своих детей в школу номер 3 и садик «Ромашка» не по правилам дорожного движения, то есть без детских удерживающих устройств. Также большинство родителей паркуются на проезжей части дороги, несмотря на наличие обширной парковки для автомобилей на территории школы номер 3. По замечаниям одних родителей, парковка недостаточно безопасна, так как нет тротуара впереди машины, что обеспечило бы надежность. Однако некоторые родители предпочитают останавливаться на проезжей части для того, чтобы высадить и отправить детей в школу или садик. Именно поэтому сотрудники ОГИБДД на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, а также 8 октября на проезжей части дороги установили дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей. Для безопасности всех участников дорожного движения решено было установить 4 знака «Остановка запрещена». Напомню, по итогам деятельности сотрудников ОГИБДД за третий квартал 2020 года основными и непосредственными нарушениями правил дорожного движения, повлекшие к совершению ДТП, является нарушение правила расположения транспортного средства на проезжей части. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД во избежание серьезных последствий. Нинецкий округ дополнительно получит почти 11 миллионов рублей из федерального бюджета для выплат на детей с 3 до 7 лет. Средства поступят из резервного фонда правительства Российской Федерации. Доля софинансирования расходного обязательства за счет окружного бюджета будет составлять 6 миллионов 700 тысяч рублей. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами, ниже одного прожиточного минимума, установленного в регионе на второй квартал 2019 года на одного члена семьи. В Нинецком округе его величина составляет 20 тысяч 63 рубля. Сегодня ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет получают 1375 семей Нинецкого округа, в которых воспитываются 1746 детей этого возраста. С даты начала предоставления выплат семьям выплачено более 148 миллионов рублей, в том числе свыше 92 миллионов из федерального бюджета. Размер ежемесячной выплаты в Нинецком округе составляет 10,5 тысяч рублей. Стоит отметить, что выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года. Если в семье воспитываются несколько детей с 3 до 7 лет, то пособие полагается на каждого малыша. Для получения выплаты необходимо только заявление от одного из родителей. Подать его можно через портал Госуслуг или напрямую через отделение социальной защиты населения, либо многофункциональный центр. Также документ можно отправить почтой. Подробную информацию о выплатах можно узнать на сайте отделения социальной защиты или по телефону 4 84 97. Субтитры создавал DimaTorzok